Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Когда мой сегодняшний гость, который приехал из Австралии, только начал исцелять людей, у него исцелялся каждый пятый. А после семи лет служения Богу, у него исцеляется каждый человек. Он хочет научить вас, как добиться таких же результатов. Мы называем это необузданная сила из глуши. И сегодня вы ощутите ее на нашей программе. Будет интересно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Я видел в интернете, как на службе у Джона исцелялись люди. Прошлым вечером он помолился за меня. И скажу вам, я ощутил силу, которая исходила от него. Джон, утолите же наш аппетит. Расскажите нам о каком-нибудь чуде, которое недавно у вас произошло. Ну, буквально на прошлой неделе я проводил семинар по исцелению. На этом семинаре я показывал людям, что может Божья сила. И вот ко мне на сцену вышел человек с костылем. У него очень плохо работали ноги, а на поясе у него было специальное устройство, которое вкачивало в него обезболивающее. Его буквально мучили боли. На него было больно смотреть. А это был еще довольно молодой мужчина. И я решил исцелить его. Я возложил на него руки, и только я коснулся его, как он упал на пол. Когда он встал, я спросил его, «Как вы себя чувствуете?» Он сказал, «Боль прошла, и я полностью исцелился». И тут он взял и побежал, а минуту назад он страдал от боли. «Знаете что, Джон, я ведь тоже ощутил вашу необузданную силу из глуши. Продолжайте». Он выбежал из церкви, и я крикнул ему, «Смотрите под ноги». «Ведь мы были в деревне. Вы утверждаете, что каждый верующий может нести с собой такую же необузданную силу». Это звучит довольно странно. Сколько лет вашему внуку, скажите? У меня несколько внуков. Но тому, о котором вы спрашиваете, сейчас девять лет. Расскажите нам о нем. Послушайте меня. Если уж девятилетка способен на такое, пожалуйста, делайте выводы. Один из моих внуков, которого зовут Бо, уже полтора года занимается исцелением. Как-то он пришел ко мне на службу. Он сидел в первом ряду и наблюдал, как его дедушка творит чудеса. Я как раз молился за одну женщину, чтобы у нее открылись уши. После службы он попросил меня научить его исцелять, и я научил его возлагать руки. После этого он заявил, что хочет быть таким же, как и я. Он начал благовествовать и возлагать руки на знакомых детей, и они начали исцеляться. Он молился за людей из своей школы. Это были и взрослые, и дети разного возраста. Директор школы сказал, «Бо, ты должен прекратить молиться за этих детей. У нас не христианская школа». На что мой внук посмотрел на него и ответил, «У них есть право быть с Богом». Такой вот у Джона внук. Расскажите-ка нам, сколько лет было вашему отцу, когда он основал свое служение. Моему отцу было 69. До этого он был алкоголиком. Он был очень агрессивным человеком и к тому же безбожником. Но как-то ему явился Христос. И тогда мой отец родился свыше и ощутил Духа. Он основал свое служение исцеления. В первую же ночь он попросил Бога о прощении. Он начал изучать Библию и рассказывать о ней другим людям. Он начал служить людям. Он основал свое служение в 69 лет. Тогда я еще не верил в исцеление, но он начал учить меня этому исцелению. И скажу вам, что от него я перенял очень многое. А знаете что? До нашего эфира вы рассказывали мне, каким злобным человеком был ваш отец до этого. Очень злобным. Когда вы выросли, он говорил вам ужасные вещи. Он посылал в вашу сторону проклятие за проклятием. Постоянно? Он был алкоголиком, а потом у вашей матери начались серьезные проблемы с душевным здоровьем. Поэтому вы ушли из дома. Примкнули к банде мотоциклистов и попали в страшную аварию. Двое байкеров стали свидетелями вашей аварии. Они были из христианского мото-клуба. И вот они пришли навестить вас в больнице. И что же было дальше? Они пришли подбодрить меня, как это обычно делают. И тут один из них сказал, «Знаешь, ведь Бог любит тебя, и у Него есть для тебя предназначение». После этих слов я думал лишь о том, что Иисус любит меня, и у Него есть для меня предназначение. Как-то ночью я лежал в постели, у меня была глубокая депрессия. Внезапно я воскликнул, «Иисус, если ты существуешь, освободи меня, помоги мне и спаси меня». Я ощутил его тут же. После этого я уснул, и когда утром проснулся, я ощутил просто удивительный мир. Я посмотрел в окно и подивился тому, какая же зеленая листва на улице. Я услышал, как поют птицы. Это было что-то невероятное. И тут я понял, что все это произошло благодаря моей молитве Иисусу. С тех пор моя жизнь не такая, как она была прежде. Таков наш Бог. Надеюсь, Он и ваш Бог, потому что если Он ваш Бог, то вы это знаете. Джон, с тех пор вы начали молиться за все живое, но пока ничего не знали о чудесах. И вот однажды вы отправились в одно племя. Вы не знали языка этого племени. Это было племя аборигенов. Да? И сколько людей пришли на вашу первую встречу? Поскольку я занимался миссионерством, я ездил к людям на северную территорию. Тогда я посетил одно селение аборигенов неподалеку от города Кэтрин. На мою встречу пришли одна пожилая женщина и четверо детей. Только они приходили ко мне 4 месяца. Церковью нам служило поле. Мы просто сидели на земле, и я рассказывал им всякие известные библейские истории. Я рассказал им об Иисусе. Я очень хотел донести до них Иисуса, поэтому я начал поститься и молиться по 10 дней в каждом месяце с 1 по 10 число. Я молился не об их исцелении, а о том, чтобы они обрели Христа. Где-то через 5 месяцев моих проповедей у пожилой женщины, что ходила ко мне на службы, заболела нога. Я решил помолиться о ее исцелении, хоть тогда я еще никогда не видел, чтобы люди исцелялись. Я возложил руки ей на ногу, даже не ожидая того, что Бог что-то сделает. Когда я в следующую среду пришел проповедовать, ко мне пришла целая толпа. Я удивился, почему их так много. Оказалось, что та пожилая женщина исцелилась, и они хотели, чтобы я помолился и об их исцелении. Они стали называть меня миссионером-целителем. И я не знал, что думать, потому что я сам до этого не верил, что Бог это сделает. Но, несмотря на мое неверие, он исцелил эту женщину. А еще вы рассказывали мне о шаманах и собаках, одержимых бесами. Это все правда? Да, у баригенов есть шаманы, которых они называют кадаича. Они насылали на нас проклятие. Во время наших встреч к нам прибегали шаманы и нападали на моих прихожан и били их. Они приводили с собой собак, одержимых бесами. Всякий раз, когда я молился за людей, крови Иисуса, эти собаки прибегали и нападали на нас. У меня была даже специальная палка, чтобы колотить конкретно этих собак. Собаки впивались мне в лодыжки, когда я молился за людей и когда я брал эту палку. Это вам не ваша привычная церковь? Нет, это Австралия. Да, я колотил этих собак. Что было сил? Тем временем прибегал шаман и начинал бить кого-нибудь из моей команды. Он мог взять микрофон и колотить им, кому-нибудь по голове. Вот так проходили мои первые службы. Вот что я вам скажу. Джону приходилось много молиться и поститься, потому что ему противостояли темные и злые силы. Ему приходилось бороться с ними. Если бы он не постился и не молился, я не думаю, что он бы сейчас сидел здесь. А чуть позже Джон отправился в Шотландию, и там произошло еще больше чудес. Представьте себе, корреспонденты светских газет просто завалили его вопросами об этих чудесах. Если раньше они были скептиками, после общения с Джоном они становились верующими. Это сверхъестественно. Джон, когда вы молились за аборигенов, происходили чудеса. А потом вы поехали в Шотландию, и там стали происходить просто невероятные чудеса. Расскажите теперь о них. Да, в Шотландии я проводил службы в бедном квартале. Ко мне на службу приходило всего пару человек. То есть после шаманов вы отправились в бедный квартал. Да? Что же это были за службы? Это был такой район, куда боялась наведываться даже полиция. Пастора этой церкви дважды порезали. Возле церкви на вас запросто могли напасть с ножом. И вы что, не боялись? Я совсем не боялся. Я знаю, почему Бог наградил вас таким помазанием. Расскажите, что вам довелось увидеть в Шотландии. В Шотландии мне довелось увидеть просто невероятные чудеса. Я отправлялся на улицы и молился прямо там. Я призывал людей прийти к Иисусу. Сначала ко мне на службы ходило всего пару человек. У одной моей прихожанки не было барабанной перепонки. Ей было уже хорошо за 50, и у нее были проблемы с поддержанием равновесия. Ее мучили боли. Но Бог исцелил ее. Она кричала, «Я слышу». Потом эта женщина пошла к хирургу. Тот осмотрел ее и обнаружил, что у нее появилась барабанная перепонка. А ведь ее не было. Не было полвека. Из-за своего дефекта эта женщина не могла плавать, летать на самолете и получить водительские права. После этого она получила права, стала летать на самолете, научилась очень хорошо плавать. Я считаю, это великое чудо. Я думаю, что на вашей проповеди люди просто молятся. Наверняка вы не успеваете за всех молиться. Люди приезжают ко мне со всего мира. В Европе обо мне много писали в газетах. В крупных газетах. Я попал на передовицы многих газет. Расскажите, о каком именно чуде они писали. Первое чудо произошло, когда я вернулся в Австралию. Мою службу снимали репортеры, чтобы убедиться, что я не мошенник. Ко мне на сцену поднялась женщина. Она была инвалидом. У нее не двигались ноги. Я помолился за нее, и после моей молитвы, Бог коснулся ее, она могла встать. После этого на передовице главной газеты этого города появилась статья об этом событии под названием «Я видела чудо». Это была светская газета. Иногда люди изо всех сил стараются попасть на первую полосу газет. А что для этого сделали вы? Я молился и постился. И у вас не было никаких связей в газетах? Абсолютно никаких. Люди часто спрашивают, кто помог мне попасть в газеты. Мне помог Иисус. Я думаю, что многие люди, не обретя чудо после ваших молитв, могут впасть в неверие. Да? Такое бывало. Как-то в Шотландии ко мне приехала женщина из Белфаста. Она была в инвалидном кресле и не могла ходить уже 9 лет. Она посетила три моих проповеди, и ничего не произошло. Я сказал ей, приходите на четвертую. Мы продолжим за вас молиться. И на четвертой проповеди она пошла и ходит по сей день. Однажды вы спросили Бога, как же случаются великие чудеса. И после этого у вас было видение. Да, на одном служении в Шотландии мы в буквальном смысле увидели, как помазание сошло с небес. Оно заполнило нашу церковь. Произошло много чудес. К нам в церковь приехали репортеры и написали о наших чудесах. А еще в нашу церковь как-то принесли женщину. Она не могла ходить, ее руки и ноги были искривлены. У нее были хронические и неврологические боли. Она не могла ничего делать с Эмма. У нее была сиделка, которая помогала ей все делать. И вот я возложил на нее руки, вернее, я взял ее за руки, и тут словно взошло солнце. Она смогла раскрыть свои руки и шевелить ими. А еще она смогла шевелить ногами и ходить. Она полностью исцелилась. На следующий день я пришел в церковь, чтобы послушать проповедь другого пастора. Но мысленно я снова и снова возвращался к тому, что произошло за день до этого. Я спрашивал у Бога, что это было? Как это вообще возможно? И тогда Бог послал мне видение. Я увидел, как я стою перед той женщиной. Я снова увидел ее искривленные руки и ноги. То событие, которое было за день до этого, оно возникло у меня перед глазами снова. Затем я увидел, как я касаюсь ее. И тут я увидел, что рядом со мною стоял Иисус. Это его рука направляла мою. Я подумал, Иисус существует. Это так замечательно. Иногда в нашей жизни сгущаются тучи, но Иисус направляет нас, несмотря ни на что. Погодите-ка, вот люди смотрят сейчас на вас и думают, у Него великий дар. Что вы можете сказать им? Вообще-то никакого дара у меня нет. Но у меня есть Иисус. Он со мною. Многие люди думают, что у меня дар, но это все Иисус. Нужно просто посеять семя. Все очень просто. В этом нет ничего сложного. Послушайте, вы слишком много анализируете, но все очень просто. Получить доступ к чудесам очень просто. Если в Библии сказано, что надо возлагать руки на болящих, то вы должны возлагать руки на болящих. И тогда они выздоровеют. Люди слишком много анализируют. Здесь нет ничего сложного. Все очень просто. Когда мы вернемся после паузы, Джон расскажет вам, что нужно делать. Это я в нем и люблю. Он может объяснить все даже маленькому ребенку. Мы скоро вернемся к вам. Это сверхъестественно. Итак, Джон, я хочу вас спросить, почему же происходят чудеса? Ответьте на этот вопрос. Все очень просто. Дело в том, что Иисус жив. Он воскрес из мертвых. На нашей планете действует тот же закон, что и две тысячи лет тому назад. Бог с нами. Люди меняются, но Бог никогда не меняется. Он творит те же чудеса, о которых написано в Библии. Люди меняются, но Бог никогда не меняется. Вот почему сегодня продолжают происходить чудеса, так же, как и когда-то. Хочу, чтобы вы доказали нам это. Я хочу, чтобы вы помолились за наших зрителей. Ведь Бог коснулся вас, и вы можете поделиться с ними Богом через молитву. Я бы даже сказал, вы должны сделать это. Хорошо? Сейчас я помолюсь за вас. Господь желает исцелить вас. Благодаря моей молитве многие исцелятся. Где бы вы ни были, к вам прямо сейчас устремляется моя молитва, и она освободит вас. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас исцеляешь. Пусть исцелятся всякие болезни во имя Иисуса. Пусть исцелятся все воспаления во имя Иисуса. Пусть у слепых исцелятся глаза. Пусть они прозреют. Исцелитесь же во имя Иисуса. Пусть исцелятся проблемы с дыханием и аллергии. Исцелитесь же во имя Иисуса. Пусть глухие начнут слышать. Пусть пройдут мигрени и депрессии. Пусть пройдут шизофрения и биполярные расстройства. Прямо сейчас я провозглашаю исцеление от всех этих болезней и недугов во имя Иисуса. Пусть во имя Иисуса к вам придет свобода от родовых проклятий. Пусть исцелятся сердца. Прямо сейчас исцеляются все проблемы с сердцем. Пусть произойдут чудеса сотворения. Пусть появятся новые сердца и легкие. Пусть у вас закончатся проблемы с дыханием. Пусть пройдет астма. Исцелитесь же во имя Иисуса. Пусть во имя Иисуса уйдет всякий рак. Пусть все раковые клетки умрут. Прямо сейчас я прогоняю рак во имя Иисуса. Пусть перестанут болеть колени. Пусть пройдут боли в ногах и венах. Пусть закончатся все ваши проблемы со внутренними органами. Пусть ваше пищеварение придет в порядок. Пусть исцелится простата. Прямо сейчас я прогоняю рак простаты. Пусть у вас не будет проблем с простатой и импотенцией. Пусть пройдут ваши проблемы с животом. Пусть произойдут чудеса сотворения. Пусть появятся новые печень и почки. Пусть исцелятся все органы тела. Пусть перестанут болеть локти и запястья. Во имя Иисуса пусть пройдет паралич. Пусть с вашими позвонками все будет в порядке. Пусть исцелятся все неизлечимые болезни. Исцели их, Господи. Я ощущаю Твое помазание. Пролей же и его на наших зрителей и освободи их. Прямо сейчас. Во имя замечательного Иисуса. Пошли нам, Духа Святого. Яви нам его прямо сейчас. Пусть все наши зрители исцелятся. Пусть это коснется их семей. Яви себя их мужьям, женам, детям, внукам, дядям и тетям. Кем бы они ни были. Пусть к ним придет такое же помазание. Я провозглашаю чудеса во имя Великого имени Иисуса Христа. Прямо сейчас я посылаю вам исцеление. И да будет так. Аминь. Боже, пошли помазания каждому, кто смотрит на сейчас. Как-то помазание Святого Духа пришло ко мне, а прямо сейчас оно направляется к вам. Господи, пошли им в силу прямо сейчас. Теперь, когда вы будете возлагать руки на людей, в вашем прикосновении будет Божья сила. И она исцелит любой недуг. Обретите же ее прямо сейчас во имя Иисуса. Обретите же ее прямо сейчас, подобно малым детям. Спасибо тебе, Господи. Все это мы принимаем верою во имя Иисуса. Аминь. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Много лет назад я подчинила свой голос Святому Духу. И обычно я просто открываю свой рот, и Он начинает говорить. Но иногда я буквально слышу Его голос, и я даже чувствую Его дыхание в своем ухе. Он говорит, и я повторяю. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога, присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть эта сверхъестественная. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. «Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек». Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек.